На этом, я думаю, можно не задерживаться и передать слово нашему первому спикеру, Зарешку Лубековне Батауэль. Добрый день. Если позволите, я не буду включать видео, потому что у меня очень слабый интернет. Я нахожусь в Павлодаре, я вам говорила, и здесь у нас идет двойное мероприятие. Да, конечно, хорошо. На основании статьи 33 Конституции Республики Казахстан. В частности, в первом пункте конституционной нормы данной статьи четко указано, что каждый имеет право на участие в управлении делами государства непосредственно сам, либо через своих представителей. А именно, он может обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местонационного управления. В этом смысле вопрос касательно петиции здесь как раз актуален в том плане, что для подготовки коллективных обращений и формы петиции мы имеем конституционное право. И как данное право должно быть реализовано, должно быть четко отрегулировано в тех законодательных актах, которые у нас планируется принять в стране. Но есть и данные в статье, также и другие формы участия. Это право быть избирателем и быть избранным государственным органом и органом местного самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме. Это продекларировано в пункте 2 статьи 33 Конституции Республики Казахстан. Ну и также сказано в пункте 4, что граждане республики имеют право на равный доступ к государственной службе. Требования к кандидатам должны предъявляться только с учетом характерных должностных обязанностей. Есть здесь определенные ограничения в участии в управлении делами государства. Это, прежде всего, признаны судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда граждане не могут участвовать. К сожалению, долгое время в Казахстане мы, правозащитное сообщество, наблюдали следующую картину. Нам часто говорили, что мы не должны заниматься политикой, что, по сути дела, мы должны заниматься только своей общественной деятельностью. И тем самым была серьезная попытка ограничения. Наш фонд развития парламентаризма в Казахстане с момента создания 2007 года пытается продвигать данные права и столкнулся с следующими проблемами. Первое. Участие через законотворческий процесс для гражданского общества осложнено тем, что в национальном законодательстве не предусмотрено непосредственное участие в проявлении законодательной инициативы гражданами или институтами гражданского общества. На сегодняшний день правом законодательной инициативы обладает президент, правительство Республики Казахстан и депутат Парламента Республики Казахстан. Гражданское общество в основном работает с правительством и работает с депутатским корпусом. При этом надо сказать, что за последние годы есть позитивная тенденция, когда представители гражданского общества включают в рабочие группы правительственных структур. Это, прежде всего, рабочие группы, которые создаются в полномоченных органах, где они принимают участие. И в 2016 году спикер Можилиса Парламента Республики Казахстан Нигматуллин Нурлан Зажилайч официально заявил об открытости рабочих групп. И с тех пор большое количество НПО принимало участие в рабочих группах. Немного корректив внесла в эту процедуру пандемия. Почти год взаимоотношения и участие в рабочих группах с парламентскими структурами было приостановлено. Но вот сейчас эта активная работа ведется, потому что парламентские структуры стали активно рабочие группы проводить в онлайн формате. Но есть какие-то влевые. Участники рабочей группы, которые находятся в составе рабочей группы, могут выступить, но решение все равно принимается депутатским корпусом. А вот не участники, которые просто приглашены в качестве слушателей, к сожалению, не все могут выступить. Все предложения, которые направляются представителями гражданского общества для парламентариев, они рассматриваются на рабочей группе, но официального ответа по их осмотрению НПО не получает. И это связано с тем, что в законодательстве о некоммерческом секторе отсутствует норма об обязательном рассмотрении предложений гражданского сектора. Как это, например, предусмотрено в предпринимательском кодексе. И сфера бизнеса имеет возможность направлять свои предложения, официально на них получать мотивированные ответы и знать мотивированное принятие своего предложения или мотивированный отказ. Поэтому мы долгие годы говорим о том, что сейчас нужно эту норму внести в некоммерческое законодательство. И надо отметить, сейчас как раз есть хорошая ситуация, когда готовятся поправки закона о некоммерческих организациях. Мы этот вопрос еще раз поднимали, надеемся, что он будет как-то предусмотрен. При этом те поправки, которые предлагаются гражданским обществом, они рассматриваются с подачи депутатов. Если депутат, как конкретный, или группа депутатов, или комитет, в который обратились институты гражданского общества, принимает в сторону представителей гражданского общества, то тогда они могут уже от своего имени отправить, точнее включить в сравнительную таблицу данную поправку. И тогда только она может стать предметом рассмотрения. Многие НПО направляют свои предложения, не получают обратной связи, не знают судьбу своих поправок, приняты или не приняты. Если не приняты, то по каким мотивам и не обладают полной информацией. И в связи с этим хотелось бы, чтобы все-таки этот вопрос участия был пересмотрен. Если депутаты вносят поправку в сравнительную таблицу, то тогда это будет рассмотрено. И тот депутат, который вносил, он может дать конкретный ответ. Но он не до конца зачастую отстаивает данную норму. В связи с этим, на мой взгляд, если бы предложения, которые направляются от гражданского общества, были публично обсуждены, если бы в поддержку этих предложений реализовалась такая практика, как сбор подписей, вот как раз в определенных петициях, возможно, большое количество набранных голосов выступило бы в поддержку за те инициативы, которые исходят от гражданского общества. Второй серьезный барьер заключается в следующем. Если поправка, предлагаемая депутатом, требует финансовых затрат, то эта поправка не может быть принята в парламенте. На эту поправку обязательным условием является принятие, или получение положительного заключения в правительстве Республики Казахстан. Тем самым, например, все законы социального блока, пенсионного обеспечения, вопросы образования, здравоохранения и так далее, на которые требуются ресурсы, зачастую остаются за бортом без рассмотрения. А если принимаются какие-то поправки, то они принимаются в минимальном характере, потому что все эти нормы в основном являются затратными, требуют финансовых ресурсов. Поэтому здесь уже речь идет о расширении полномочий самих депутатов. Потому что парадокс заключается в том, что депутаты парламента обладают законодательной инициативой, но они ограничены в реализации этой законодательной инициативы. И они находятся в более худшем положении, чем та же исполнительная власть. Потому что правительство здесь является диктующим органом, который определяет, будет принято такое запрещение или нет. Следующий вопрос, который очень важен для участия в законодательном процессе, это вопрос рассмотрения и участия основных проблем общества на парламентских слушаниях. На парламентские слушания приглашаются институты гражданского общества, но сам формат парламентских слушаний все-таки носит полузакрытый характер. То есть парламентские слушания не могут посетить все желающие. Но сейчас, вот учитывая, что у нас есть возможность онлайн-публикации, онлайн-овещания, возможно, этот вопрос будет решаться более положительно, но, сколько я помню, парламентские слушания обычно приглашают либо аффилированных с властью НПО, и также НПО, которые профилируются под тем или иным вопросом. Например, те, которые профилируются в области здравоохранения, приглашают при рассмотрении вопросов проблем здравоохранения и так далее. В связи с этим хотелось бы, чтобы участие через парламентские слушания также было возможным. Если говорить об участии на местном уровне, на сегодняшний день есть возможность работать через общественные советы, через маслехаты и через те органы, рабочие, которые создаются при государственных структурах местного исполнительного органа. Вот мы с этим заканчиваем 16-й семинар в регионах с капиталом маслехата. И, как мы видим, что участие гражданского общества на сессиях маслехатов минимально. Сессии маслехатов в некоторых только регионах транслируются публично. В основном сессии носят закрытый характер. Более того, надо сказать, что основные вопросы, которые готовятся на сессию, рассматриваются в постоянных комиссиях. И желательно, как сегодня поучаствует в постоянных заседаниях комитетов и рабочих групп парламента, точно так же, чтобы граждане имели право участвовать в постоянных комиссиях маслехата. И самое интересное, что вопросы, которые вносятся на публичное обсуждение депутатов маслехатов, это переименование улиц и такие не настолько актуальные вопросы. Например, вопросы бюджетной политики, принятие бюджета конкретного региона, вопросы обеспечения теплом, водой, которые являются актуальными для местных сообществ, они часто рассматриваются в запретном формате. Резюмируя, право на участие для того, чтобы было реализовано, все-таки нужно подкреплять конкретными какими-то формами. И на мой взгляд, форма онлайн-петиции очень важна, потому что когда мы отдельные граждане, группа граждан или группа общественных организаций отправляем свои письма, мы все-таки остаемся в меньшинстве. И как исполнительные, так и представительные органы, такие предложения рассматривать всегда нехотя. Приходится очень много тратить на это время. На мой взгляд, если наши предложения в форме петиции, во-первых, будут публично обсуждаться, мы сами будем инициировать публично обсуждение, плюс в поддержку их будут собираться онлайн-петиции, которые будут направляться вместе с нашими предложениями. На мой взгляд, они будут более весомыми, и отвернуться от них тем, кто принимает решение, будет сложно. Резюмируя, мы имеем право на участие, и мы должны использовать все формы, в том числе и онлайн-петиции. Спасибо за внимание.